И Шрёдер, он вспоминает мирный план 1922 года, и в свое время Путин, я уже не помню, чуть ли не с Сидиньпинем, когда он встречался после него в Москве, он тоже показывал тогда документы, держал в руках как раз именно эти мирные договора, которые готовились. То есть абсолютно антиукраинские, насколько я знаю, люди, которые видели с украинской стороны журналисты, они утверждают, что Украина не соглашалась на эти пункты, буквально возле каждого требования России были правки, 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 то есть мы шли по треку, где не сдавались наши интересы, несмотря на крайне сложную ситуацию, то есть возможно были какие-то точки соприкосновения, наверное, там два языка, что-то такое, но это уже не имеет для нас никакого значения, вот вообще. Тем не менее, Марк все время поднимает Российскую Федерацию, я уже не знаю, может быть, они сожалеют о том, что тогда не получилось, дожать, получить то, что они хотели, тем не менее, все время флэшбэк у Путина именно на эти переговоры. Есть ли предположение, что он может мечтать, надеяться, что это еще раз удастся, еще раз повторится? У нас есть свой отдельный трек, вот совсем скоро будут встречаться на Мальте в продолжении мирного плана президента Зеленского. Не все страны с этим согласны, но мы продолжаем их уговаривать, Турция сейчас присоединяется к этому, в общем, и не только. Есть ли борьба и война вот этих двух мирных планов? Ну, один, конечно, план сатаны, но уж и уж. Я думаю, нет. Я думаю, план Москвы никто не примет, потому что это все тот же план капитуляции Украины. Это даже не попытка там найти компромисс. А в чем этот компромисс? Я, кстати, добавлю, я тут был вчера в Министерстве иностранных дел Франции, у нас принимали группу оппозиционеров, в ноябре конференции мира будет, которую проводит господин Макрон, там Си Цзиньпинь будет участвовать, Гутерреш, ну все-все-все, Реши Сунак, вообще все. В Париже будет такая конференция. Там тоже только об Украине. Ну, а о чем еще? Ну, наверное, теперь Ближний Восток еще. Так что форматов-то дохренища. Другой вопрос, что, понимаете, как Москва утратила возможность эксклюзивную что-то предлагать, потому что сделано столько всего, наделали дело таких, что от Москвы уже никто ничего не ждет. Ну, вот на мой взгляд. Москву заставляет согласиться на что-то. Есть предварительные условия для любого мирного плана, это вывод войск. Ну, хотя бы начало вывода войск, хотя бы до линии 24 февраля 2022 года. Вы видите, что-то хотя бы пойдет, что-то начнет. Пока вы не выведете, ничего не начнет. Ничего не пойдет. При каких обстоятельствах Москва может на это пойти? Ну, только если ее погонят. Если, так сказать, контрнаступление будет интенсивнее, и динамика другая. Ну, это же очевидно, мы это все понимаем. Тогда уже, как бы, да, с сапогом на мордочке, оно как-то проще договариваться. Когда так раз, каблучище нажимаешь на теменные косточки, и сразу, ай-яй-яй, вот не надо. Но по-другому никак. По-другому никак. И, собственно, в Израиле, в принципе, то же самое. То же самое. Пока не начнешь каблуком заминать это все, лобные доли, то ничего не будет. Вообще ничего не будет. Я не думаю, что у Москвы есть мирный план. Это все попытка либо вывернуться, вот как бы, ой, давайте вот сядем за стол, а сейчас прекратим всякие наступления. И вот будем переговаривать, там, перемирие, туда-сюда, прекращение огня. Вот. Изменить динамику, как таковую. И, конечно, он же все время поминает про поставки. Не надо, мы, говорит, блины пожрем. Какие тебе блины? Куда? Сатакамса. Пожрется татакамса. Да, а татакамса, а то мы лучше блины пожрем с вами, американцы. Кто с тобой? Какие блины? Ну, неважно. Но смысл здесь в том, что все направлено на то, чтобы изменить этот ход событий, который, ну, может быть, они не считают, что он для них вкладывается неудачным. Ради бога. Пусть так. Но, видите ли, в той обстановке, которая уже сложилась, американцы могут расстроиться и передать гораздо больше боеприпасов, вооружений Украине. Кто скажет, что это не повлияет? Вот когда мы говорим, что они могут сделать. А если это будет не 20 ракет атакамс, а 500? Вот такое. Вот 500. И в один день 100 выпустят. Начиная от Крымского моста, там, полуострова и так далее. Ну, и позиции, там, и тому подобное. Опять по Бердянску несчастному ударят по аэродрому. И что тогда? И как тогда Москва? Простой же вопрос. Никто же не говорит, что американцы солдаты должны высадиться где-то в районе Севастополя. Нет. А вот вооружение. Вот если действительно появится такое количество боеприпасов, таких боеприпасов, не просто пули-снаряды, а вот именно эти. Изменит это ход войны? Ну, я исхожу из того, что да. Я исхожу из того, что да. Поэтому до этого, видимо, надо дозреть американской стороне. Я вам скажу, что подтолкнет. Успех израильской армии всех бригадов к этому подтолкнет. Соблазн появится, что военным путем, оказывается, можно все решить. Что не надо бояться, все возможно. Не переживайте так, дайте боеприпасы, еще будет ок. И все замерятся конфликты естественным путем. Я думаю, что нужно ждать развития ситуации и на Ближнем Востоке, для того, чтобы увидеть новую динамику в Украине, на юге и на востоке. Я бы, наверное, переначала, что получается, мы как-то думали раньше, что Кащеева игла, она в Крыму. Сейчас получается, что Кащеева игла, скорее всего, действительно на материковой части Украины. И если посыпется фронт, если побежит в перспективе российская армия, вот это может быть важным событием, а не, например, выборы. Но о выборах мы обязательно сейчас поговорим, только я, друзья, вам напомню. Сейчас самое время, если вы еще этого не сделали, оставить нам лайк для поддержки нашего эфира и обязательно подписаться на YouTube-канал Фигин Лайф, Курбанова Лайф, если вы еще не с нами, оставайтесь обязательно. Значит, почему все несерьезно относятся, и, насколько я знаю, Марк, вы тоже к выборам, да? Мы их условно называем выборы, потому что они по форме такие, а не по содержанию. И я буквально на днях послушала одного украинского политолога, молодого, очень интересного, который говорит о том, что чуть ли не ошибка Украины, что мы не пытались никогда и сейчас во время полномасштабного вторжения с середины украинской стороной шатать режим, шатать какими-то своими людьми, своими идеями, своими силами. Ясно, что сложно предположить, чтобы, как вот у нас была партия регионов или ОПЗЖ с Медведчуком в России, мы не могли бы там своего какого-то агента поставить. Но, тем не менее, наверное, и нашего влияния там никакого нет. Что может сделать оппозиция с выборами в Российской Федерации? Вот смотрите, то, что Украина должна занять активную, или, как говорят, проактивную позицию относительно русского вопроса, внутри России я имею в виду, это дискутабельная тема, которая, поверьте, я знаю, о чём говорю, она много обсуждалась. То в одну чашу весов склонялась, то в другую, то энтузиазм был, потом нет. Ну, если вы помните, начиналось, а давайте пацифистское движение разбираем, ну, дохнуть же не хотят, отправляться на фронт. Потом как-то поубаялась, ну, вот митинги там, митинги поубаялась, как-то сошло на нет. А давайте вот намагнитим, попытаемся создать внутри ВСУ соединение из русских. Ну, это пошло, оно находится в какой-то динамике, но тоже интенсивно, прямо скажем, все эти объединения малочисленны, это не их вина, ну, просто нет ни возможности, ни опасений есть, ну, столько русских набрать в какие-нибудь РДК и регион свободы России. Кто эти русские? Чего эти русские? Вот. А с российской оппозицией вообще дела не хотят. Вообще не хотят, ну, свои логики, свои основания, потому что, ну... Считают ее невлиятельной, несильной, неопределяющей повестки. При том, что понимание о том, что изнутри надо подточить режим для того, чтобы ему было чем заниматься внутри России, вместо того, чтобы заниматься соседом в Украине. Ну, такое понимание есть. Не секрет, я вот в мае, когда был в Украине, я встречался с некоторыми лицами и разговаривал на эти темы. Из власти, конечно, из офиса президента. Тем не менее, вопрос не сдвинутся, он не поменялся. Ни в своих приоритетах, ни в своей, так сказать, ну, направленности, скажем, интенсивности. Давайте все-таки вот что-то начнем делать, круглый стол какой-нибудь там, давайте какую-то платформу выработаем. Этого нет. Не в последнюю очередь из-за того, что наблюдают за российской оппозиции, а в основном в эмиграции представлена либеральная оппозиция. Ну, такая леволиберальная, либеральная и центристская, условно говоря. Там есть консервативный элемент, я представил консервативный элемент. А вот некоторые другие такие, ну, они смотрят и говорят, ну, это же вообще, ну, это вообще невозможно. Они выборами собираются заниматься. Какими выборами? А помните, какие в России выборы? Это тоталитарный режим, в котором, ну, при Сталине вот можно было выборами заниматься? Давайте все вот проголосуем и вот Верховный Совет СССР сформируем из других лиц. Ну, выглядит вот так сейчас выглядит вообще это все. Тем не менее, несмотря на это, все-таки, если не по части выборов, но по другим вопросам, безусловно, позиция украинского руководства должна быть более активной, более решительной, более обращенной к возможности реализации проектов внутри России, политических проектов. И Западу не мешает это. Ну, Запад тоже с оглядкой это делает, потому что никаких change power. Никаких change power, потому что Москва обидится, еще возьмет ракеты и запустит. Нам это вот, или там расшатывание приведет до степени, когда очередной Пригожный. Вы заметили, кстати, как Запад вообще вот счастлив от того, что Пригожный подох? Вообще нормально. Они готовы попку расцеловать, значит, Путину за то, что он убил Пригожного. Все простить, слава богу. Вот не это, вот слава богу. Хотя с точки зрения русской оппозиции, да и нам что Пригожин, что Путин все одним миром мазаны, без другого перебили. То есть для российской оппозиции было хорошо, чтобы они резали другого, убивали. Давайте убивайте друг друга, а мы на ваше кепелище придем. Ну, логика такая, я грубляю, естественно, утрирую все, но смысл именно в этом, чтобы они между собой начали друг друга убивать. То, что как бы Путин сохранился и сумел убить Пригожный и тем самым внушить этот страх и демонстративно это все сделал. Ну, все-таки уронить Эмбрайер Легаси, это же тоже как бы, да, не то что отравили где-то, ой, почка отпала, там еще что-то. Нет, это было специально, в общем, до известной степени сделано, чтобы показать другим, бы даже не дергать. Многие делают ставку на вот этот раскол элит или, скажем так, на какие-то внутренние противоречия. Я констатирую, что сейчас они уже сведены на нет. Это противоречие внутри элит, потому что и Пригожинские выступления повлияло, и какие-то пертурбации в армии повлияли. Вот сейчас сведено на нет. Надо честно это констатировать и рассчитывать на то, что какая-то часть из власти только из-за того, что она теряет очень много от санкций, от всего остального возьмет и устранит Путина. Но это мог сделать Пригожин из других мотивов, из более ультра-мотивов. А вся остальная среда, она деактивирована. Какие олигархи, вы посмотрите на них. Они же, собственно, и те не боятся. Они, наложив штаны, ходят по кругу. Он какой-нибудь Фридман, посмотрите, он вернулся в Россию. Ну, куда вы, о чем вы, какая, где. Ну, поэтому здесь нужно все-таки искать возможность давления через явочные элементы такие вот. Те, кто занимается подпольем, те, кто занимается военными соединениями, те, кто, в общем, готов как-то агрегировать имеющийся ресурс внутри России за ее пределами для того, чтобы воздействовать военным путем. Я не вижу никакой политической возможности, никакого политического инструментария повлиять хоть на выборы, хоть на их исход, хоть на их процесс. Потому что изначальная ошибочная выбрана мишень. Это выборы. Выборы, как некая точка, дефоркационная, когда кончается полномочия режима в один день, и начинается следующий. Вот, как бы, типа, главное. А то, что выборы Бутафея не страшны, мы вот будем воздействовать именно на этот разрыв между одной каденцией и другой. Но, повторяю, поскольку нет этого механизма, а он полностью отсутствует, контроль выборов, прийти с другую фамилией, что-то там начеркать, это все смешно. Большая часть выборов проводится уже электронным путем, ну, то есть, дистанционно. Там вообще никакого, не то же контроль, не голосует-то никто, просто кнопки нажимает. Не говоря уже о том, что все равно объявляется результат, который заранее вообще известен, и он вообще никак не коррелируется с подсчетом. Вообще никакой даже, они даже не стыкуются, подсчет и объявление итогов. Поэтому сама по себе пляски вокруг выборов, они как раз отдаляют от возможности союза и какого-то взаимодействия и с Киевом. И, в меньшей степени с Западом, Западу удобно изображать. Ну, что ж, вот, оппозиция, она там что-то пытается делать. А с Киевом никак. Поэтому, тем не менее, не снимая необходимость того, что Киев должен обратиться к возможности воздействия на Россию внутри, это не только там беспилотники или ракеты, или обстрелы на Белгородской области, а я именно имею в виду, что через вот эти элементы политически воздействовать на стабильную ситуацию у России, на ее стабильность. Вот об этом стоит вести речь. Это радикальные элементы, конечно, по преимуществу. Это, мне кажется, важно. Наряду с пониманием того, что ждать от либеральной оппозиции в этом смысле какой-то программы действий, которая была бы приемлема, не приходит. Ну, давайте скажем честно, Марк, что и вы там среди них в абсолютном меньшинстве, потому что вам близки больше наши взгляды. Уничтожить, повесить, расстрелять, разбомбить, закатать. А я не понимаю, как по-другому. Я чуть-чуть понятие... Слушайте, мы за почти четверть века при Путине, я много раз это говорю, попробовали все. Вообще все. Вот просто там были... Ну, я всегда был за бойкот, но не важно. И в выборах участвовать. И, значит, поддержить кандидата любого, кроме власти, значит, партии власти, Путина. И, значит, договариваться, и не договариваться, и митинги, и протесты. Ничего не знаю. А здесь все усугубилось, еще и война началась, понимаете? Вот все вот то же самое, только плюс война, ну и, соответственно, последствия и жесточения режима. Я добросовестный человек. Я все честно пробую. Я участвую во всех мероприятиях. Я честно высказываю свою позицию, я никогда не пытаюсь ее лакировать или что-то. То, что думаю, то я и говорю везде. Ну, как бы меня приглашают, потому что я все-таки такой заметный человек. Правильно. Но вы все равно окажетесь в компании людей. Ходорковский, он другого взгляда. Не должна распасться Россия. Все захотят в национальной республике отсоединиться. Ок, ну пускай подумают. Геннадий Гудков, который часто был гостем в наших эфирах, ну, с ним договорился по поводу того, что, ну, Россия не может иметь ядерное оружие, да, потому что это обезьянно с гранатой невозможно. Он говорит, как это так, на нас нападут. Я говорю, так подождите, это же риторика, которая сегодня, и так мы ее слышим от сегодняшней власти. Оружие делает Россию более опасной. Именно поэтому, я думаю, и украинской власти сложно пойти навстречу. А с кем? С кем, если разные у нас точки зрения на будущее России? Да, ну, я конкретно прокомментирую Гену. Гену очень хороший человек. Он честный, порядочный, глубоко порядочный человек. И вы понимаете, в нем есть некая инерция довоенного ощущения, какой должна быть Россия. Вот давайте от Путина избавимся, сделаем ее демократической. И тогда не страшно наличие ядерного оружия. Не страшно какие-то процессы интеграционные или дезинтеграционные. Мы же все демократически будем решать. Голосованиями, репрессии прекратим, накажем виновным. А сейчас же все другое. Война. И вот тут происходит некая инерция, продолжение ощущения того, что ну мы же вот же, вот же, вот мы все хорошие люди соберемся, и мы сможем. И Запад нам поможет, и Киев нас поймет. А нет, уже все ушло. Так же, как и вот распад России. Это вечная центральная тема. Вопрос распада, это не вопрос желания или нежелания. Еще раз хочу подчеркнуть. Ну, если бы можно было, что все народы вместе захотят остаться, титульная культура русские, там, автономии, там, русских около 80%. Ну, окей, пусть остаются, но как вы себе это представляете, когда война приведет с неизбежностью к тому, что кто-то должен нести за нее ответственность. Вот какой дурак из автономии, там, ну, понятно, национальные элиты, там, еще кто-то возьмет на себя эту ответственность за санкции, выплаты репараций. Они скажут, нет, мы пас, это все в Москве решалось, мы тут подневольные такие же, как вы, поэтому с нас, пожалуйста, денег у нас зеро, у нас ничего нет. Мы хотим как-то отдельно. Мы давайте вот проголосуем и так далее. Ведет ли это к распаду? Ну, конечно, это действия самой Москвы ведут к распаду с неизбежностью при ослаблении российского государства. Ну, вот Путин умер, и все. Ну, как себя поведут эти республики? Знаете что, вы там не шусь, вы там сами там разбирайтесь, а мы уж, наверное, как-то, вот, знаете, в другую сторону пойдем. Нам как-то вот так вот это все. Вопрос, надо ли дать возможность автономиям, национальным республикам, так сказать, покинуть? Так это же сегодняшняя конституция. Формально даже ваши перед ними обязательства федерального государства, федеративного государства, дать им эту возможность вплоть до выхода. У вас, федеративного государства, это предполагает, в принципе, вот Украина унитарное государство, у нее нет никаких республик. У нее нет никаких территорий, которые под свою ответственность осуществляют власть и, в принципе, могут, значит, путем наличного населения этой территории проголосовать за выход или сохранение. Нет, так по-другому устроено Украине. А Россия-то, это же федерация. Ну, как же вы им запретите, если они, да, вот это номинальная федерация, а реально мы вообще хуже, чем Украина, мы там унитарное государство. Так погодите, ну так, либо мы номинально, либо реальная федерация. И когда эта власть ослабнет, то все сразу вспомнят, что нет, вы знаете, а мы же федерация. Вплоть до, до отделения имеем такое право. Ну, вот же записано. Ну, в реальности это невозможно реализовать, да? Ну, почему невозможно? Вдруг выяснится, что очень даже возможно путем элементарного опускания бюллетеней в самую элементарную урну. Понимаете? Оказывается, это можно. И что ты будешь делать? Ты пойдешь, танки направишь на Татарстан, Башкортостан или Якутию? Что ты будешь делать? Воевать все со всеми? Или сказать им, слушайте, давайте так, вы уж решите, вы остаетесь или нет. Голосуйте там у себя, решайте там у себя, а мы примем то решение, которое вы примете у себя. Ну, уходят, ну, значит, уходят, ну, значит, все. Не хотят, не желают. Причины одни, другие, третьи. Но если это общее место и все с этим согласились, ну, ничего не поделаешь. Ну, хочется, но ничего не поделаешь. Поэтому распад – это вопрос естественного хода исторических событий, а не чье-то желание, как принято всегда было говорить, Запад хочет распада. Запад, наоборот, Вашингтон хочет, чтобы никакого распада не было. Они все для этого делают, они вкладывают все последние усилия, что не дай бог, что человек распадется, ядерное оружие опять головная боль решает. Так же, как было с Советским Союзом. Именно Запад – главный противник распада Российской Федерации. Зачем мы друг друга обманываем? Это же так. Они везде об этом говорят. А зачем распад? Не надо распадать. Давайте просто везде будет демократия. Ну, вот, в принципе, вот так это все выглядит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok